ну что ж всем привет начинаем выстрелить с вами сегодня фаскап чеки как всегда я собственно оки на этом канале здесь ничего не меняется ну и рашенбург из против тим риттер докса на сегодня будут играть в 1 8 фаскапа мы и по пикам огарма кину в пейн у рашенбургерс ну и пока только тайт хантера собрали у нас trd забанить принципе по стандарту войд в рейске dp silencer ну здесь принципе вроде более-менее понятно забанить сальцера масс-проказ тайт хантера если опять же ребята будут сами нападать игру про рашенбургерс топ проблем очень сильно это дело контриться ну и драться под сайленсом неприятно немножко какие настройки пока доделаю тем временем пока там пики идут ну нужен тот а второй в принципе парень сложную есть вот против папы в миде можно пока что-нибудь придумать какую-нибудь квапу секондрить чем-нибудь опять же никсом каким-нибудь или вайпером вроде бы неплохо стрельцам клубы и на решили себе забрать второй суппорт в принципе контроля много клапу можно ловить вроде бы пойдет как никак но мобильность у противника режет довольно таки славно так ну и вот так да и эту убрать все так должно все быть нормально моменту должно быть слышно отлично я не думаю что проблемы что-то изменилось в настройках за недельку пока обездельничал вроде бы все ок ну что скажи смыть забанили опять же сайленсы просто боятся линсов это куполов кого-то опять же лишнего контроля который будет мешать и вроде бы логично посмотрим что будет дальше медуза хотят медузу забанить ну не знаю все таки бэйн все-таки тайт хантеры как-то в принципе бэйн тайт хантеры парни не теряются в актуальности с лейтгеймом тайт хантер становится только опаснее да и принципе бэйн как суппорт на всей стаде игры полезен даже 6 слотового парня куда-то поймать финс грипп он в принципе бесполезен и заколупать его там втроем четвером особого труда абсолютно составляет вот добавить тренд протектора миранку также закрыли ну что-то пока такое просто неудобно то есть какие-то инвизы забыл как называется кнопку тренд протектора которая хилит всех это вера тоже ну да ладно вот я про про нее хотел сказать не конечно называется тут не показывает только что против него играл вообще памяти нету абсолютно ладно хоть пока команды вижу название не забыл там продается подгадывать постоянно думал нас бургеры скорее всего сложности на персонаж но остается будет непросто хотя вариант в чем мод то есть бургер могут взять трипло пойти подраться но дума вот про этот слой лёгко просит хантер ну хотя там тоже мы будет не слишком сладко все-таки тайт хантер пункер смешка ракеншилл и довольно таки просто стоит соло против такого мишни как дум добивает крепочков ну и в принципе линию может спокойно выигрывать доминировать и чувствовать она не просто замечательно все хоть проверять всякие гадости там ссылочки сайты переписки непонятны и кентавра забирать на стим ретарда тоже интересно они перебор ли в принципе персонажей то есть теперь кто куда пойдет под вопросом причем таким крупным сложно приложить в принципе тайт хантер может пойти в мид но против клопы там стоит не особо просто то есть на просто втекает него ножик и стоит на дороже обратно колупает он замедленный принципе страдает довольно таки неплохо опять же но тут интересно как поставят как расставят ну хотя опять же в теории моя любимая строта это трипла подраться слип стан double edge и что-то еще за просто залетает вдогоночку а кэри спокойно стоит формить легкую линию там опять же какой-нибудь гирокоптер фантом очка очень после время классно залетает и здесь принципе с бкбшкой тоже будет неплохо смотреться вот да свенчик как решили наоборот себе рашенбургер забрать в свете последних событий рашенбургерс как-то не особо звучит санкции и все такое неприятные вещи ну и что четвертый пик перебанил никаких суппортов опять же кэри ну и принципе так немножко всего всего им неудобного но хотя в рейс кинг принципе неплохо бы заходил опять же стрела и ранку закрыли грамотно после бана бэйна поэтому тут вряд ли могут какие то вопросы но веселых вещей еще достаточно много которые могут залетать под слип под стан под дабл эдж опять же к это венга своего в террор чекам тема же будет довольно таки порядочно залетать ну и в принципе что-то типа того венга реально же очень неплохо смотреться будет тем более свин хотя под фаркрайм демиджи по нему будет не очень много в там армор огромное количество армора по 16 на последнем уровне да не просто будет его заколупать хотя тоже вынуждает его покупать бкб здесь но в принципе уже обязательно вторым третьим артефактом без него просто никуда и думаю в принципе до эквапия тоже то есть три-четыре бкб 4 перебор 2 3 у русских бургеров обязательно должны быть иначе просто после минуты 30 я тоже мог бы 25 и еще чуть немножко пораньше проблемы огромные проблемы будут просто темпайтах какой-то один ревейдж со стороны там по двум трем просто зацепившись кентавр с даггера 1 нафинс грипп и проблемы пока в мид тут все понятно ну скорее всего в мид хотя с таким пиком все еще может быть тут расстановка такая более-менее непонятно своеобразная как кто как куда и что пока непонятно но вроде бы окей то есть под рвейдж дымской ул туда кентавр все классненько опять же забанили сайенсера как раз мейджа то есть таких более-менее последнее время юзабельных сайленсеров пока отстранили ну что последний пачки панов осталось сделать ребятам ну ретардом все-таки наверное не хватает какого-то кэри который будет в конце концов драться против свена который сможет противостоять ну и наверное все таки это фантом очка она вынуждать будет собирать опять же мкб с веном думам и там возможно копия какие-то хиксы побольше контроля ну сларк не думал слишком просто убиваемый персонаж тоже на самом деле в лейт-гейме то есть если у него там с кадей еще там пару предметов на статы может быть и пойдет но на начальной стадии игры до скади может быть еще немножечко подальше там 23 мультикаста не дай бог с аганимом но и проблемно мы решили почему-то забанить хотя ребятам не хватает второго суппорта не знаю в принципе смотрится прикольно то есть два станчика сквером увозишь под себе под тавер или куда-нибудь подальше а там колупаешь ну либо опять же фармящий думал в лесу банусом сбросить сложную линию но два спорта поставить как-то ковыряться не знаю чем мы не думали но как-то не особо вписывается пока что как по мне так все против руки 40 секунд что у ребят остается поглядим мусор skype цвет убрать там вообще какой-то ад происходит так ну что ту второй суппорт здесь принципе расстановочка стандартная джи венга я и везде люблю пихать ну потому что реально классный персонаж она подходит везде свапы станы минус арморы и это все еще делается на рэнже то есть просто супер шли за дезраптора опять же парень с сайленсом здесь это надо но опять как за и то есть принципе это довольно таки такой себе суппорт все-таки здесь но как минимум три даггера будет упака кентавр и тэдхантера и если они втроем врываются просто фокусе от двух-трех персонажей быстренько сарин срывает что как дальше трассе я не знаю опять же мы нужно будет знать очень далеко сону просто вся должна быть один пальчик на бк башки как пойдет ну и что он сантоку наверно стоит здесь забирать ну ну решили взять тоже принципе пойдет под пассивочку в трипле подраться ну я бы так пошел тэдхантер в легкой в легкой бэйн кентавр и луна будет на сложную линию подраться на апакасе с нами я бы так расставил посмотрим как это сделают ребята все есть все окей тогда надеюсь на тебе снова не будет понять понятным причинам выключаться дотка это обычно бывает всякое бывает стандартная пауза здесь без нее никуда надо подождать проблема в скайпе ну вот такое на самом деле никто меня не любит только отчаянно никудума ну что пик вроде бы долго длился проблемы возникли именно сейчас странно хотя может быть капитан молча пик и там принципе skype не обязательно но посмотрим как они в принципе будет себя реализовывать им нужно драться ну либо просто кентавр суппорт он куда-то выходит даггера нет он на ноге 300 мув спида сапогом там будет 330 320 ну и типа все он ничего не может герой мажь . и просто уходит другую сторону как его здесь будут ловить я не знаю с бэйном на мид гангать уже по-другому уже поинтереснее но вот опять же все зависит от вардов того как все придут ребята очень много если так ну да вот хотят нет у нас прессов в легкую линию кентавр пока стоит думает но и вот титхантер тоже пока в раздумьях куда пойдут непонятно но откупил кентавр варды так что все-таки суппорт титхантер скорее поправится в сложную линию ну и должны сейчас скоро ребята нажимать смоки и куда-то бежать кого-то искать но раз уж идем в пятером почему бы и нет мы принципе бэйн должен первым идти чтобы ловить на слип стан якуна первым уже прокачала себе пассивочку не знаю сколько это правильно то есть у нас думал сложной линии стандартная трипла здесь ничего особенного нет хотя в принципе лейп потенциал тоже нереально сильный то есть в теории два дума с аганимом свой чик крит и по 2к будут резать потом мы принципе какие-то хиксы и аганимы на дизрукторах то есть это все очень прикольно и классненько смотрится ну что зашли в пятером никого не нашли ребят стать немножечко подальше и скорее сейчас проблемы будут у кого-нибудь ну скорее всего фурус бага хотя идут довольно таки странно смог слетел с луны спалились ну и тут уже кого-то заслипали заслипали на своя начальность будет станчик хорошо ну на кого пошли вообще непонятно начали бить луну дремус койл большей проблемой дизруктора но и пак здесь сделал ферсблат венчик пока бегает как-то странно двигаются ребята сэн скорее всего ну кинь стан откинься сделай что-нибудь хоть какая-нибудь попытка арба и ну и пак оформляется дабл хилл до выхода крипов просто численный перевес на самом деле здесь зарешал то есть у него уже грубо работал сейчас подать какой-нибудь рейсбэнд и бутылочка уже есть если заберет хосту вот этот ханта решил просто ливнуть он свою работу сделал ну видели здесь в принципе все можно было наверно тупо продать своя на ливопраде зрукта самим просто убежать зачем он вот заслипали его вот тут вот на не рисуется на паузе злипали здесь потом он побежал куда-то вот сюда потом сюда зачем просто обжал бы к таверу поймал кого-то на телепорт был станчик вообще абсолютно не воспользовался ну что-то непонятное вообще происходит тогда skype тоже звук уберу отвлекает но чуть секунд попереподключались я не знаю что у них происходит опять что начинается задержка поэтому как бы такое так смотрю что очередной голову уже вторая пауза у нас здесь закончилась мы бы на прежнем первого уровня упака ну хотя там пятером дрались поэтому экспресса много не получили но зато уже вот вот купился в курерчике везет дизруктор немножечко ну хотя здесь не было вообще вардов какой-то он странный в принципе просто тема только вот эту точку ну как то такое думаю здесь гоняют и скорее всего будут у него проблемы сейчас будет сон ну хотя лицо не убьют на самом деле он щит . у него там еще 6 армора 6 бронебрат и просто-напросто не чувствуют так ну что слип нас там над ума выйдите временем пак на соло забрал квапу ну чё-то вообще ну чё-то как-то вообще тухленько трус багов из бимчик ну добыла джим не дотянутся до его и нету тут тоже пока все первого уровня так что не судьба но в миде пак за ту соло забрал квапу три флага уже у него на второй минуте пёрт какой-то уж слишком сильно на ошибки противников не думаю что он бы сам собственными силами смог как-то задоминировать и выиграть линию опять же на ошибках ну вообще вот здесь вот умерла это как что она здесь делала может хотел убить сама ну это же пак нереально мобильное существо и там поймать его на какие-то скримы дагера ну это просто невероятно трудно но эти были здесь лунакски не особо хорошо кастится луна вздумал довольно таки ровненько суппорты со пока ничем не занимаются пошли какие-то пулы контроль рунок ну вроде чем-то там можно еще по стакать аншентов просто обычных крипов чем больше золото тем круче ну и в принципе даже можно выйти в мидасик какой-то тут странный контроль крипов ладно такое ну и что здесь тоже ребята в смоках но только тут одиногр на самом деле может только какой-то дать контроль на карте там поймать как-то пак но он отходит далеко огра его видит и вряд ли что-то вообще в принципе получится он еще может и наказать ну вот был бы дримской он на самом деле здесь бы у флайника были бы проблемы ну и что луна 10 крипов условно тем временем уже 17 даже если учесть что он умер чувствуется себя довольно таки неплохо но пак сильно очень открывается все таки три фрага просто так бесследно не пропадают для экономики ну ты думал по графикам это видно да вот чуть-чуть преимущество в 3400 монет они есть ну что так в миде снова гоняет кого помнил есть сайленс и проблемки ну знакер уйдет здесь вряд ли что-то получится но еще и так опасно играет довольно ну что дум уже близко к шестому уровню пятый с половиной у пака проблемы сарбы должен улетать огур сейчас будет точно фэрбласт и гнает ну и вряд ли здесь получится у него разменят склопа должна получать фраг ну вот дум горит у него все супер ну совых не самый лучший конечно вариант лучше сатирчик дум бейм сейчас уже просто так не отпустят есть вторые лв лав ребят подходит кентавр с третьим уровнем с дабл эджем стан и дабл эдж бим ну здесь ошибся зачем оставь зачем он остановился зачем вот эти вот непонятные мансы сделал в такую сторону просто отдался пак заклопой в очередной раз ну теперь блинк у него 6 секунд на кулдауне а сайленсом достать не может и отпускает но еще и битву с ровным выиграл что тоже в принципе немаловажно хотя крипов убил не самый лучший вариант ну и что 4.1 шестая минута пока вертарт собаки сейчас довольно таки неплохо хотя у тэг хантера проблемы два стана даже дизераптер здесь ничем не помогает ну что забрали очень легкая цель здесь вертся с ним как то можно поспорить но пока просто не бегали в непонятном месте почти пятый уровень стаков пока здесь не делается хотя ошибка опять же надо бы поделать ну и можно ну вот еще и на крипах здесь тоже в принципе все в курсе стоят за тавером и вряд ли что-то получится тэд хантер ну вот просто 84 в минус 46 и бить он с ручки будет только под гдс наверно много и то вряд ли я точно не помню вот добавлять зеленый дэмэдж или белый вот с этим вот как то я подзабыл ну что квапаж 6 уровня пак проблемы отличный сайленс ну и сербы дримскойл нужно улетать чтобы не поймать культу ну а проблемы проблемы у дома стопроцентные ну еще и под эклипсом здесь вряд ли даже бейн умрет а вот дабыл эджи второй фраг для бейна огар ну его нечем догонять в каком-то время забирает онкуль генерации и просто уходят один размен ганг не удался ну и долго бегали там около минуты и какая-то бездарная просто трата времени ну вот дезутру вроде бы фармить нужному аганим сто процентов ну вот минуте 35-40 думаю не раньше получится только этот артефакт ну и здесь тоже гангмит пока планируется этот гангмит скорее всего будет удачно если будет слип дальше без проблем квапа ну не достал там первый уровень прокачки блинка стан сон слип дабыл эдж четвертый фраг для пака 6-2 восьмая минуты и по графикам уже ну хотя не немного думаю там уже в районе двух тысяч но нет все таки русбаги немножко стараются и свинчик очень неплохо надевает крипов построение услуги на него на 10 больше в принципе хочет он решать но иду седьмой уровень арканы можно опять же какой-то даггер скушать кентавра здесь все по стандартам вряд ли что-то можно новенькое придумать поглядим так это можно выключить здесь посмотрим дом папа скрип ульта и здесь попал луна точнее скорее всего до горит еще иду повесили на кентавра бэйн ну динать скорее всего должен своего напарника да ладно лол слишком жесткий получился кентавр в итоге не получилось его здесь убить но анкор смешем здесь тейтхантер почти оформляет дабл киву фраг для тейтхантера фраг для пак и тут же полетел на базу тагер девятая минута ну здесь отлично разменялись в принципе два на два но все таки в пользу наверно ретардов собак не успела нажать fight recap все опять какой-то непонятный ну и дум большие проблемы его скорее что тут здесь заколупает но клопа в размен умудрилась уйти дум ладно горящая земля успел вы же 150 хп клопа скрим очевидно по кентавру это уже дабл килл думаю нужно бежать сейчас будет гримс стан и она даже бимчик подугадать не сможет 3 в 0 8 7 очень неплохо разменялись ну и вряд ли что это получится у пака в смаке с даггера арба ну и просто урона не хватит там хотя и на арбу улететь не вышло условно есть станчик шифты был продюзан ну и такой себе на самом деле размен плюс еще свен получил фраг у него уже два 45 на 15 ну и думаю по нетвор сам он себя чувствует тоже довольно таки хорошо в принципе топа в своей команде от пака отстает но он на тысячу но у него там 6 фрагов даггер он просто очень сильно богат и пока что но свен вывозит как может медатика здесь точно не хватает на самом деле или свену или луне оба могут очень быстро формить лес стаки с каким-нибудь молом доминатором еще чем-нибудь подобным ну и просто там лишнюю 2-3 соточки нетворс там или гпм а не хотят себе иметь что попали мне кажется ли это догон вообще как бы это не так потому что ну здесь вообще в принципе кого убивать догоном луну у него будет бкб сто процентов потом у него должно быть бкб тэдхантер с кентавром фиг ты их убьешь пак просто мобильный вот он летел на дума дал сайлинс здесь кентавр четвером ну и здесь не отпустят пошел гаш шлип най без вариантов это еще и огры поймали здесь динскоил не отпустят будет очередной дабл эдж дабл эдж ну и тычка пака 7-2 уже у него 5-3 станетворс все замечательно ну что ты хантер уже восьмой уровень первого из нас был арканчики до даггера ну пока много полторы тысячи еще нужно где-то найти наклепать но здесь наверху пытаются спушить первый таймер для себя бургер курьер опасно залетает весь барабанчики птшка четыре с половиной тысячи нетворс ну более-менее пак влетел пошел сайренс первый стопит за игру ну и будет здесь стан дабл эдж неочередной фраг для пак вот ему реально можно купить дагон а вот квапе непозволительно непозволительно он будет приносить им пользу то есть даже если купить дагон просто первого уровня на четыре стороны и делать какой-то финальный чтобы просто зафокусить то даггера до дума то еще чего-нибудь просто бесполезного и ненужного тебе а потом уже какие-то хиксы шивы еще что-нибудь ну в принципе пойдет здесь у нас гаш на дума телепорт телепорт от огра ну и побоялись не захотели лететь дальше хотя мультик с большей проблемой кентавра отстранились неплохой статиклинг кинетик фил тоже окейный ну и в принципе дезераптор еще и фрагу удалось получить пак влетел его видели вот просветить к сожалению нечем клопа отличный блинк ну и здесь хотя есть даггер улетел на арбу и здесь без проблем хотя земли избили ему дагер есть шифт но шифт первого уровня вряд ли что-то получится да еще если он получает для себя фраг дайте там тоже погиб в итоге два в ноль опять же размен побежая с дум не вышли и что это уже агрессия агрессия бургеров причем довольно таки опасная дума нет пока еще 20 секунд но в принципе там уже почти некого рисовывается но вот пошел баг лишь и все варкрай нажать огромное количество урона и пробивать так уж и просто ну если он понимаешь нужно собирать угры клап бкб тут все просто ну и что агруна уже наверху пытается что-то выформить тайтхантер есть 3 ввх неужели хочет нажимать ну пора уже все-таки наверно нажимать кнопку станции он на статхантер а сам по-прежнему живой дерется дума залетел здесь кентавра скрим был отличный клапы ну и разберу без вариантов здесь никто не выживет от команды ретардокс ртд 3 в 0 вышку забрали и вот сейчас уже графики точно угомануться именно в пользу русских бургеров я уверен 3000 уже по золоту пак влетел в размен стики отлично скрим ну и да ладно стик шторм на пака не самый лучший глинсов его еще и вернули но должны здесь добивать не знаю не знаю насколько это был полезный размен ну и в принципе вот пак получил совсем чуть-чуть больше экспы а по золоту в принципе даже проиграл фраг получил аквапа там был неплохой стрик так что можно сказать что и даже этот размен был в пользу русбагов так ну что там тем временем у нас по сеточке по-моему там уже сыграли да стилтаггерс будут играть нас против победителей вот этой пары которая играет в данный момент но здесь пока не ясно даже примерно преимущество небольшое вот он первый тагонок вопы и пак ну пока птшечка даггер здесь особо ничем похвастаться не может у луны яша пт в рейсбенту монта там дальше доминаторы какие-то тоже более-менее стандартно вот нету стаков ни одной ни у другой команды я не знаю уделить 2-3 минуты не драки а просто стаканью пофармить опять же игра на кэри на будущее и на себя она хоть как в плюс ну и почему бы и не вот это вопрос не понимаю но ртд нужно ждать нужно ждать формить даггера дать золото именно кентавру именно тайтхантеру ну большие проблемы бэйн умер длинского отличный по троим сайленс неплохо залетела квопа ультима 4 секунды ты принципе ман на него не хватает сам бежит бьет квопа отличный врыв даблкил тоже моментально делает ну и умерли все кроме луны и тавер здесь тоже заберут это же разнос ну да луна здесь вышку скорее всего заберет еще и паузу ставит поругаться наверно на тиммейт ну типа луна может закомбечить но он не в такой игре то есть да есть ситуации когда просто у ребят пикселю на начальной стадии игры и в лейтгейме там просто такой джаггернаут бегает еще что-нибудь ну этим просто луну не убьешь здесь же есть doom свен опять же дизруктор который неплохо контрит луну с аганимчиком да и в принципе много-много противных вещей здесь ну и что фактом выдал довольно таки неплохую реплику кто-то проиграл опять выигранную игру ну вот я бы не сказал в принципе косячили все то есть в масс файтах кто-то куда-то пошел пока нету ворвался потом разменялся еще и не в плюс для себя в итоге что оказалось по файт рекапу титхантер тавер уже упал идем драться теряем троих смысл-то вообще в принципе драться просто нажимаешь телепорт улетаешь отдал вышку не вышло потом в следующий раз файл за файл а на самом деле и но и это видно это видно это видно в преимуществах по графикам по файт рекапам по всему чему угодно так ну и что вышел у нас бэйн просто так поставили паузу ждем ну там противник есть поэтому сразу прыгнул в лобби перерыв думаю будет минимальный вот не знаю похоже у ртд какая-то изморалика небольшая закрадывается пока в их головы посмотрим вот тот форс уже с вами вырвался вперед причем довольно таки сильно то есть если даже еще семь восемь минут назад пак занимал довольно таки неплохо лидирующую позицию то уже отстает от свена и отстает на свена на полторы тысячи что он самом деле много да и дум уже который в принципе со сложной линии особо ничего не выносил его старались гонять и пару раз даже убивали тоже в принципе выгоняет пака на пару крипов но это все равно преимущество смок от троих русбаги бегут ну здесь понятно что это фармит и тайтхантер скорее всего должны здесь поймать вышел он из смока ну четвером ребята вышли из смока двойной мультикас по собаке но все равно здесь его убьют да еще и глимс ну и с вен станом его добивает все просто пол минуты без ревейджа можно разменяться в какой-то тавер либо просто покинуть рошана есть абсолютно все у ребят ну и в принципе на самом деле почему бы и нет у свена уже есть бкб что тоже немаловажно у дома есть мега 2400 можно еще приобретись какой-то даггер либо начать в какие-то шивы кираски ну что-то такое тоже стандартное или бкб опять же почему бы и нет собрать ягиспоки сломать линейку два таверов а потом вообще в принципе закончить ну а вот стоит с телепортом зачем ждет непонятно нажали стампит пытаются узнать квапу дримскойл сайленс ну и что помочь ну в принципе соло разобрался дамы уже там очень много магического луна был же телепорт почему сразу не улетел в итоге свен сбил и вряд ли здесь она в принципе уйдет да и сейчас поймают другие кстати клинк глинкс еще что-нибудь ну да все просто еще и свенфрак получится ну был же телепорт в инвентаре почему сразу не улететь видно вот тут вот здесь у тебя статкрипы на карте ты их видишь 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 что тебе подходит противник противник был никакой улетел здесь просто нереально труд я не знаю чем занимаюсь даже вот файтрекап наверно смысла нет смотреть просто глянуть графики ребята могут позволить зайти на хайграм десять тысяч по золоту десять тысяч по опыту ну вот хотя довольно таки интересные действия нажали смог и стоят ждут vision естественно здесь у ребят нету только урус багов здесь уже готовый пайп должен думал прилететь да ну и снова в драку поймали луну стан бкб там пока нету и даже не предвидится в момент стерли глупа улетает просто в десять в сторону вот горилла про догон говорю что он никуда вообще просто здесь не уперся оказалось уперся причем довольно таки неплохо дэдхантер по-прежнему не даггер стампит неплохой двойной мультиказ кентавр залетел пытаются закатрить у нас здесь свена ну и свена скорее всего здесь законтрят хотя мека дримскойл неплохой если нажимать бкбшечку эггис у него нету ну вот все равно как-то тухленько на самом деле ребята просто такие дерутся в очередной раз уже делается даблкил в размер только на одного свена ставит кстати клинк лвлдс ну и пак здесь никуда не уйдет хотя кентавр телепорт стал по двоим неплохо ну и здесь скорее всего все погибнут да ладно не хватило немножко даггера нет и кентавр здесь догонит сейчас с дабл элджа ну это уже что-то это уже более-менее ну здесь не было квопы да и в принципе драка была довольно таки набитых ребят не было думов не было гдс у свена по-моему бкб довольно таки поздно нажал поймал весь проказ перед собственно бкб ну как-то все тоже странно так расплывчато и непонятно ну докупается артефакты ну что 22 минута русбак все равно очень хорошо лидирует ну и 10-11-12 тысяч в этом районе все держится по опыту немножечко поменьше квопа видит пака блинг догон ну туман немножко не хватило и убегает не рассчитал слегка но почти убил то есть догон там по какого уровня третьего о нет пятого уже но сейчас только реально какой-то хекс дискорд или вообще упороться купить просто я заявил раз такая игра пошла ну что на самом деле вроде бы неплохо зажать то есть ты просто вкус моментально пока в драке а дальше драться на самом деле пока что нечем луна с руки не бьет ну и в принципе все там больше никто с руки не бьет у него только вот бкбшка появится ну там 150-200 может быть там плюс-минус немножко дэмэджа это не урон ну пусть здесь все забанили стайки видят их ну видят их и не могут с этим ничего сделать в и ну забрали стайки ну и у свена топовый над вас один с половиной тысяч ну что кентавр решил купить себе бкб интересный выбор ему в принципе играть без даггера особо тухленько он еще вот вот такие тяжкие пошел ну и что он смог он сейчас уже моментально слетит всех видят пак неплохо залетел самец по троим второй что в принципе неплохой уже минус 2 без пака без дизруктора а точнее с паком минус 4 и купа просто с даггера здесь убегает ну это уже более-менее вот он первый даггер от тайтхантера ну и здесь еще похоже ничего абсолютно не закончено это второй грубо говоря ну 4 в ноль и еще плюс до 2000 пак с рубы немножко сторону не угадал хотя клапану в очередной раз одно и то же и сбить нечем но в догон со временем все равно теряет актуальность это сто процентов то есть пока ну бэйн она будет убивать всю игру наверно если там не взойдет с какими-то гонимчиками бкб шиками парой тройки бросил очков то туда но у паку уже хекс ну почти держится с кем-то непонятным образом клопа скрим не самый лучший по паку не попали ну и в сайленсе с даггера на базу успел хорошо солнечек глим здесь у нас дизераптор неплохо ну большие проблемы кентавра да думал вас ладаса добивает пак заявил даггер и на руку нужно улетать сайленс и гнать за его видел неплохо но станция на он же вернулся ты гнать почему он погиб странное дело кстати написано что вообще в принципе огору не бил но умер он от огра интересная дота и что ты хантер хедреска скорее всего тоже какая-то пайпа бум ну тут в принципе все стандартно огра там какие-то форставчики потом аганимчики свэм момба кбшечка пт хотя под гдс демиджа тоже много ну дизут тоже стандартный запак все вроде более-менее неплохо стандартные нетворсы кстати для саппорта форстав арканы сейчас можно уже потихоньку выходить в аганим в в в в Продолжение следует... 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 Ну что, Свен себе купил, ну, стандартный сапаг, сейчас будет у него Дейдалс в Курьере, придет на себе уже готовенький Юл, приобретает Сиогр, Дизруктор, 2000 есть, догоним, здесь вряд ли в этой игре идет, потому что, ну, мид линии уже потеряли, 34 против 24, и по графикам, вот, 14, там, почти 15, ребята еще доформят, доформят нужные им артефакты, ну, и пойдут уже на финалочку, скорее всего. Но, хотя, в принципе, для Рошана здесь, ну, пару минут, минут 5, зависит еще от рандома, можно подождать и добрать какие-то артефакты, да, вот такой PR-чит, Ублума, Шива скоро будет, ну, в принципе, да, вот как раз эти пару-тройку минут потребуются, чтобы добрать, что надо, пойти просто заканчивать. Так, ну и что, моргают здесь пак, хочет он их очень сильно. Опять же, в четвером, даже втроем, Дизруктор, здесь, думаю, вообще, в непонятном месте бегают, с Шивами и прочей гадостью, ворвались, Тайтхантер, убили, Рвейш, ну, неплохо, в принципе, Рвейш, Свена, где БКБшка, Свена, где БКБшка, вот, тебе и без БКБшки понравились. Зачем пошли вообще? Куда? Ну, убили вы, ну, блин, слов нет, просто, 3 700 получили просто так, по опыту, просто, и тоже некие-то невероятное количество опыта, 6 тысяч за трех персонажей, ну, это кошмар какой-то. Грязь, просто невероятная. Ну, что, пак там себя уже везет, тоже догон. Поздновато немного, вот, Шивусе приобретает Doom в конце-то концов, ну, Дизруктор, два артефакта догонима, есть пак, выходит с арбы, повесил на него Doom, Glimps, ну, и здесь его, скорее всего, разменяются. Да, еще и Doom получает, фрак в копилочку. Да, ладно. Огромное количество шрибок от той другой команды, fail-fest просто. Луна, есть монта, БКБ, тапки, 3500 сверху, что будет, пока непонятно. Да, Eagle Song, теперь-то понятно, эта бабочка. Ну, этот Хантер по-прежнему хочет собрать пайпу, потом, у него вариантов особо немного, здесь должно быть какие-то рефрешера. Ну, а здесь Дизруктор крестится потихоньку. Тут, в основном, не самый лучший, там, впереди в те тройка, именно бургеров русских. Ну, вот луна, отстает от Doom, но отстает на 3000, и это, на самом деле, пол бабочки, пол артефакта какого-нибудь. Это много. Ну, и тем более, что на 3000 на руках, есть Дедалус, БКБ. Ну, и вот, пошли. Анигис скоро будет, Сурошана в руках, так что можно будет постараться его быстренько забрать. Вижена на карте здесь уртодейт нет, и, в принципе, он только вот здесь, да вот здесь. Особо это какой-то пользы, вроде бы, как бы не дает. Варды, в принципе, защитные, но если ребят, тут ребята идут в каких-то смоках, доставь еще в чем-нибудь. Ну, это реально не помогает луны, проблемы, вряд ли он успеет нажать БКБ, хотя успел, но с ручки заколупать, почему бы и нет. Бак влетел, дремской, отлично, он тут же вешает на него статик шторм, сарбун, если она не сможет, скрим от клопы, просто замечательный, и сварежет. Огр в итоге под пайпой просто выживает, поймали еще на стан бэйна, ну, вот, зашли. А рвейджа не было. Ханн же просто не нормально влетел, потому что был отличный статик шторм под троим героем. Пак не смог дать дальше, там какие-то прокасты, догоны, он просто, просто, в принципе, не нажал догон, он здесь не нужен. Вообще, в принципе, догон не нужен, есть артефакты, они много полезнее, об этом все говорят, никто их не слушает. Пак купил догон и заехал, потому что была очень сильная, дикая, ранняя агрессия. Пак купил догон очень поздний, в принципе, его команда начала вообще что-то непонятное на карте делать, они не понимают, где находятся. Ну, здесь вообще все неинтересно. Ну, это уже от отчаяния. Тут под пайпой, Сван в БКБшке падает у нас здесь трон. 35 минут потребовалось ребятам, чтобы все-таки все, это дело закончить. Ну, начало не пошло, на самом деле, там, два фрага от пака. Но потом, по итогу, вот этот кентавр без даггера, который вроде бы что-то делал против Дума на своей трипле, но в остальном по игре был юзелис. Там, в мидганге вроде бы были удачные, но этого не хватило. Сван формил спокойно, а массфайты были просто какие-то чудовищные. Ну, на чем вообще? Ладно, вторая игра у нас будет очень скоро, противник там у нас есть, это будут сил таггер против русских бургеров. Ну, через 5-10 минут, не больше. Никуда, естественно, не уходите.